Здравствуйте, друзья! Многие зрители часто спрашивают про финансовую сторону жизни американских блогеров, в частности, иммиграционных блогеров, которые вот на эту тему рассуждают. В частности, вот я тоже принадлежу к этой категории. Спрашивают, сколько, спрашивают, вам платит Госдеп за вот эту вот агитацию в сторону иммиграции? Ну, я на самом деле не могу сказать, что я вот именно агитирую за иммиграцию. Я себя так не позиционирую, конечно. Я считаю, что я наоборот в отношении тех, кто интересуется, да, вот я могу им какую-то информацию предоставить, чтобы я кого-то агитировал, не боже мой. Но, допустим, я в глазах там разных организаций, может быть, частных лиц агитирую за иммиграцию. Но, что я хочу сказать, тут произошли серьезные изменения в политике страны. Если раньше Соединенные Штаты себя рассматривали как, так сказать, такую мать родную всех пострадавших там или интересующихся улучшением собственной жизни во всем мире, и радостно их принимали в объятия в качестве иммигрантов, то сейчас политика изменилась. Вы знаете все, что сейчас идет страшная антииммиграционная истерия, настолько же бессмысленная, насколько лживая. Но это не важно, друзья, это не важно. Существенно, что политика изменилась. Значит, теперь политика на то, чтобы снизить иммиграцию, в том числе легальную, и гринкарт-лотерея идет по статье легальная иммиграция. Сейчас средства Госдепа и спецслужб, не надо ограничиваться только Госдепом, сейчас средства Госдепа и спецслужб перераспределяются. Значит, прекращено финансирование иммиграционных блогеров, и вместо этого открыто широкое обильное финансирование антииммиграционных, антиамериканских блогеров. Вы видите, в последнее время возникают всевозможные каналы, где Америку поносят, и иммиграцию, и иммигрантов, и все такое. Это результат того, что открылся новый канал финансирования, и те люди, которые хотят заработать, они сегодня обслуживают вот это направление, так сказать, иммиграционной политики. У Госдепа деньги есть, у спецслужб тоже. Вот они как бы вот так сейчас вот этим занимаются. Поэтому те блогеры, которые об Америке говорят хорошо, друзья, они абсолютно говорят это искренне, потому что ни копейки за это сейчас получить невозможно. С точки зрения чисто финансовых потоков, потоков сейчас гораздо выгоднее вот быть на той стороне, и вас, в общем, чем успешнее вы это будете делать, тем больше денег вам дадут. И, значит, успешность там так устроена, что оценивается. Вы должны охватить как можно больше народу, которые, ну, как бы пойдут, так сказать, вот за вами в этом направлении. Поэтому массовость приходит с увеличивающимся, так сказать, элементом идиотизма. Поэтому надо обращаться к идиотам. И вот там, и там все деньги. Вот там, где идиоты, потому что это массово. Люди, которые, знаете, там они соображают их, конечно, там сколько их там есть. На них не заработаешь. Зарабатывается все на идиотах. И вот так, так это устроено вертикаль, так сказать, распределение денег. Как Госдепа и некоторых спецслужб, которые тоже заинтересованы в сокращении легальной иммиграции. Мы говорим о легальной. Все, друзья, вот такие финансовые новости иммиграционного блогинга. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»